МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты хороший пример привел за студию. Я бы нарисовал мое понимание, что произошло. Предположим, у тебя мощная студия, очень мощная, и у меня выросла такая неплохая студия. Назовем медийная сфера, это сфера твоих интересов. И вот ты понимая, что я слишком хорошо иду, ты начинаешь в студию посылать мне сюда своих работничков, которые закрепили здесь. А потом ты зашел сначала не с автоматом, а сначала ты зашел с лозунгами. И поднимаешь бунт здесь против меня в студии, понимаешь, приблизительно. И когда это не получается, ты переходишь к открытым и говоришь, я пришел освободить твоих работников от твоего ига здесь, понимаешь? Вот я думаю, это то, что произошло с Россией и с Украиной. К сожалению, так. Есть тотальная ложь, которая говорит о том, что Украина не государство. Я слышал это от верующих. Это страшно мне говорить, но я слышал от верующих. Они говорят, да что такое Украина? Ее вообще нет такой. Нет такой Украины. Как 45 миллионов людей нет Украины? Я бы все это назвал одним словом. Скотство. Позволь, я... У меня есть проповедь под названием «Скотство последних времен». Когда апостол Павел описывает последние времена, он говорит не о том, что цены будут на газ какие-то там, или, я не знаю, какие-то... Ну, написано «Люди будут». Скоты-то так написано? «Люди будут». А дальше список животного, биологического состояния человека, скотского. Вот не человеческого, ниже человеческого. Мы имеем... Есть замечательная эта штука «Скотный двор у Орула». Там песенка у них была такая, гимн. «Он настанет, он настанет, мир небесной чистоты, и людей совсем не станет, будут только лишь скоты». То есть, вот, знаешь, вот это оскотинивание людей. Люди теряют стыд. Ну, просто смотрит Путин своими наглыми, мерзкими глазенками. Он мой враг. Он мой враг. Люби врага, это отдельно. Я молюсь за Путина. Люби, чтобы его... Ну, расцеловать его, поехать. Душить я его не буду. Душить не буду. Но если Гагский трибунал однажды приговорит его к казни, я тоже не буду возмущаться. Потому что за смерть одного человека людей расстреливают и садят на пожизненное. Этот негодяй перемолол уже сотни жизней, тысячи жизней русских и украинцев. Тысячи жизней перемолол пацанов русских и украинских своими ФСБшними авантюрами. Гага. Гага. И я... Он мой враг. Я готов его исповедать. Я готов принять покаяние. У него есть кому исповедовать. Он-то очень, очень созвучит... Откройте Библию. Библию. Священник должен сидеть в нерванке с улыбочкой астолопа улыбаться всю жизнь. Но христианин не только любить должен. Любви и истины не приняли написано в Писании. Обязанность христианина говорить правду. Любя говорить правду. Понимаешь, никто меня не лишил. И когда ты говоришь, это зло, это преступление, это убийство. Так ты понимаешь, в чем я все пытаюсь на эту сторону сдвинуть? Смотри. В России сегодня правду знаешь, что говорит? Макаревич. А так всегда было на Руси? Меня за это обвиняют. Меня за это обвиняют. Я написал. Ну давай, давай сразу. У нас здесь был Макаревич в Святогорске. Видел мой ролик? Полмиллиона просмотров. Я поехал. И когда уезжал, черканул, что еду навстречу, вот Макаревич будет. Вот. И считай его пророком. Я на самом деле считаю его пророком. Да ты что, там такая волна поднялась. Меня уже, кстати, антихристом, лжехристос я, понимаешь? Ну, тебе не привыкать. Послушай, это же не новая вещь. Давайте посмотрим во вся русская культура. Пропитана тем, что церковь стоит на цирлах возле императорского престола, подлизывает пятую точку царям, а русская литература, русский поэт, русский художник говорит то, что должна говорить церковь. А дух, давай скажем, дух дышит где хочет. У меня вообще нет, ну как, в моем богословии не стоит вопрос, дышит ли дух Божий через Макаревича. Он стоит в том, дышит ли он еще в церкви. Вот то, что дух Божий может использовать Макаревича, Шевчука. Вот вчера русский адвокат вышел, адвокат там с заявлением против этого, да? То есть, дух Божий, дух истины, дух правды. Это правда, что здесь тайком воюют сотни-сотни тысячи солдат российских офицеров. Гибнут пацаны. Это правда. И когда они выходят и говорят, это правда, дух Божий действует через них. Когда Макаревич говорит, врать нехорошо, меня мама учила не врать, наш президент врет, он используем духом Божьим в этот момент. Это не значит, что все, что делает Макаревич от духа Божьего, да? И апостолы не все, что делали, было от духа Божьего. Но Бог использует его. Всегда в истории России поэт, писатель, классик, художник, они часто были из духа Божьей действованы в нашей литературе, потому что церковь молчала. Церковь писала памфлеты, прославляющие царя. Почему протестанты, от слова протест, почему протестанты, я там целую кучу нашел современных пророков в России, там девочка какая-то вышла и против всей толпы говорит, я считаю, что это зло. Мне скидывают, она лесбиянка. Возможно, я не знаю. Так вот, мне становится, мне на самом деле страшно, почему лесбиянка говорит правду, а вера, что лесбиянка выходит с плакатом и говорит, это ложь. В этот момент Дух Божий действует через нее. Вот, если хочешь, да. Алкоголик Высоцкий пишет, сидит песню в пьяном угаре, и эта песня становится моей молитвой, ведет меня ко Христу. Так было в моем детстве. И Дух Божий касается меня. Есенин, пьяница, да, пишет стих о любви к матери, высочайшей степени. И это от Духа Божьего. Вот это здорово, а то, где получается, все, кто пьяный от Духа Божьего. Дух Божий дышит где хочет. Понимаешь, вопрос в том, действует ли он в церкви. Почему церковь молчит? Ну, давай не будем говорить сейчас. Почему евангельские протестанты молчат? Огромное количество христиан говорят свое мнение на днях. Сайт «Протестант» мне стыдно. Там мои друзья. Друзья, мне это стыдно. Абсолютно неважная новость. Сгонение христиан, знаешь где? С той стороны земли где-нибудь. В Африке, в мусульманских странах. Там гонение христиан. А в моем городе 4 человека убили. А мы посбегали. За это ничего не пишет. Почему протестанты России молчат? Да даже украинские почему молчат? Ну, давай я скажу как эксперт по России. А я скажу за себя, почему я молчал? Эксперт по России. Я могу быть экспертом по России. Я проехал всю Россию на велосипеде. Все 15 тысяч километров. Вдоль и поперек, что называется. Послушай, ты не знаешь, что такое жить под ФСБ. У меня был сапастор два года. Я знаю. У меня был сапастор два года. Ты не знаешь, а я знаю. Ты знаешь, хорошо. Сапастор из России был у меня. Который, когда приехал к нам из России, он на церковных советах переходил на полушепот. Я говорю, что ты шепчешь? И он, знаешь, как говорил? Он говорит, украинцы, вы страна непуганных пасторов. Говорит, дело в том, что мой телефон прослушивался годами. У меня под окнами часто стояла ФСБшная машина. Обо мне писали столько гадостей. В местной прессе была травля настоящая. Поэтому я понимаю, что в России очень сложно сегодня христианам стоять против неправды. Но с другой стороны, а это же наше призвание. Когда, понимаешь, я ведь не теоретик. Когда в свое время Янукович фальсифицировал выборы в моем городе и в Донбассе, мне не так просто это далось. Написать заявление о том, что выборы сфальсифицированы, оказавшись единственной общественной организацией в Донбассе, которая осмелилась пикнуть что-то. К моей чести, там поставили подпись 23 пастора Донецкой области. Как только это прошло по информационным агентствам, мне позвонили из горы с полкома. Говорит, ты понимаешь, что ты натворил? Быстро хватай жену и прячь. Я знаю, что такое платить цену за правду. Слава Богу, тогда выиграла оранжевая революция. Через короткое время поднялся народ. Да, выборы были сфальсифицированы. Это было как бы доказано. Но вполне могло бы быть и не так. Я мог платить цену за то, что я осмелился говорить правду и быть в изгнании еще задолго до этого. Сегодня мне говорят, да помалковай, пастор. Зачем ты говоришь о ДНРовцах то, что ты говоришь? А если Путин придет и захватит эту часть Украины? Как ты собираешься здесь жить и служить? Послушайте, грош цена мне, если я буду думать. Если Путин придет и захватит мой город, лучше мне не называть Путина негодяем, каковым он по факту евреем. Он является и убийцей. Убийцей серийным, кровавым. Дмитрий Филатов спрашивает. Много вопросов нам задают. В чем причина того, что христиане России не верят братьям в Украине, а верят российским СМИ? Это поросенок Визгун. Это в скотном дворе был такой поросеночек Визгун. Он пропагандист. Ну, такой образ пропагандиста. Да, у меня даже цитатка есть. Поросеночек. Он отвечал на ферме за пропаганду. И вот что, цитата. Наибольшей известной существованием пользовался маленький, толстенький поросеночек по имени Визгун. С круглыми щечками, вечно помаргывающими глазками, быстрыми движениями и пронзительным голосом. Он был блестящим оратором. Обсуждая какую-то сложную проблему, он метался из стороны в сторону. И хвостик его все время подрагивал, что придавало его словам особую убедительность. Кое-кто говорил о Визгуне, что он способен превратить белое в черное. И наоборот. И там была песня такая на скотном дворе. Все животные пели песню, что четыре ноги хорошо у животных, две ноги у людей плохо. Это был их гимн. Четыре ноги хорошо, две ноги плохо. Но однажды Визгун появился и начал петь так. Две ноги хорошо, четыре ноги плохо. Небольшое смятение на скотном дворе. И все начали петь наоборот. Конечно, мы столкнулись с неслыханным явлением. Такой промывки мозгов. Я информационщик много лет. Я понимаю, что такое информация. Но я не ожидал увидеть на своем веку пропаганды действительно геббельсовского уровня. Пропаганды, которая просто абсолютно выпотрошивает мозги у людей и не дает им критическое мышление. Я потерял очень много друзей в России. Это просто невероятно. Я специально теряю. Я расколдовываю друзей. Последняя поездка была, когда в мае, по-моему, была. И я говорю своему другу, один из лучших моих друзей, который реально мы много вместе сделали, я послужить где-то хотел. А он говорит, а тебя сейчас никто не примет. Я говорю, как не примет? Не примут, говорит. Ты против анексии Крыма был, понимаешь? Ты там писал лишнее в Фейсбуке. Я не мог поверить, что это правда. Блаженны вы, а не вы за правду. И потом, слушай, да? Ну, это я очень скромно скажу, чтобы никаким образом тень не бросить на друга. Его жена, которая, на мой взгляд, ну, одуванчик Божий. Вот, мне кажется, это совершенный человек, который никогда не гневается. Они всегда мирники. Вот просто для меня это пример семья. Вдруг я увидел настолько вот приступ, некий такой агрессивного возмущения, вот идущий изнутри, не просто от разума. Главный вопрос. Какое вы вообще имеете моральное право думать, что вы можете от нас отделиться? Я был удивлен этому. Что это? Это поросенок Визгун. Это гебельсовские пропаганды. Не первый раз мы это проходим. Не первый раз мы это проходим. Нацистская Германия, совсем свежая история. История наших отцов и дедов. Немцы абсолютно были убеждены, что они делают святое дело. Что они, подавляющее большинство, за редким исключением. Тех, кто не привык слушать политиков, а принимать свои собственные решения перед Богом. Сердце, совесть и так далее. Но большинство людей, они поддаются. Это правда. Это грустно. Но это так. Визгунчик, гебельсовская пропаганда. Теряй друзей, не переживай. Я повесил пост в интернете, расколдовываю друзей. Меня так достало. Вот это, знаешь, пастор, я разочаровываюсь в вас. Я рос на ваших проповедей. Я вас разочаровываю, что я написал. Говорю, послушайте, в последний раз я ставил цель кого-то очаровывать, когда я ухаживал за своей возлюбленной. И это мне удалось. Сегодня, кстати, ты должен меня поздравить. Сегодня 22 года нашей супружеской жизни. Поздравляю. Я ее очаровал, и этот факт доказывают трое биологических, 32 приемных и 22 года вместе. Я ее очаровал. Но я больше никого не ставил целью очаровывать. Сегодня я говорю всем друзьям в кавычках в фейсбуке. Если из-за дружбы к вам я должен говорить ложь, аривидерчи. До свидания. Я разочаровываю вас. Я расколдовываю. Очаровываю. Очаровано. Я расколдовываю друзей. Послушайте. У меня убили друга. Мой город сокрушали. Грабили. Расстреливали людей. Они поубивали пасторов. Они забрали молитвенные дома. Они устроили террор в моей стране. Моего приемного сына. Они 10 суток продержали в подвале. Ни за что не прошло. Слава Богу, живой остался. Паруломанные ребра. Он висел полтора суток, прикованный наручниками. Ребра поломаны у пацана. Послушайте. Если я не буду называть это зло, чтобы не потерять чью-то дружбу. Ну давайте буду... Котиков. Я у меня себе ответ. Ты котика в посте по утрам. Котика в яичницу. Кофеечек с утра сфотографировал. Выставил в фейсбук. И у тебя все друзья будут лайкать. Ровно три лайка ты будешь получать за той часчику. Здесь народ пишет беспокоиться, будем ли мы объективны. Нет, мы не будем объективны. Потому что мы в процессе. Никто не бывает объективен. Мы в процессе. Объективным сегодня... Каким кажется, они во Владивостоке могут быть сегодня объективными. Или где-нибудь в Сибири. Давай все-таки подумаем. Вот давай предположим. За что это постигло Украину? Допустим, есть ли моменты... За твои мои грехи. Ну, нам же написали, что два портфеля, это та программа, которая своим... Открыла ящик Пандоры. Открыла ящик Пандоры. Потом, ты помнишь, как тебя обвиняли? Вообще, ну, война корректирует богословие. Одна из самых забавных историй на этой войне, это когда здесь, в Славянске, вас оккупировали, захватили, повыгоняли из молитвенных домов. Вы перешли тут на подпольное существование. И братья из другого города, не буду называть город, чтобы не обиделись, они растолковали, почему. Они сказали, помните, братья, вы отделились от нашего региона, и вы открыли духу сепаратизма двери, поэтому у вас сейчас беда, а у нас спокойно. Ирония в том, что у вас беда закончилась, а эта беда пришла к ним в город. Нас обвиняют, знаешь, что вы мне сказали? Мы же ему говорили, у него в студии, как у масонов, чимормонов, чимасонов, полы в клеточку. Мы же ему говорили за это. Давай мы чуть-чуть на публикации. Ты знаешь, что вот... Нет, о причинах. Подожди, о причинах. О причинах произошедшего. А, да, да, причины. Первое. Вообще, причины проблем. Теология. Я как доктор богословия, позвольте, я подучу. Причина проблем в мире. Первое. Всеобщая греховность человечества. Всеобщая греховность человечества. Просто люди злые. Люди негодяи. Люди негодные. Негодяи, в смысле, негодные. Да, все до одного. Греховность человека. Греховность мира, в котором ты живешь. Греховность всей природы. Например, там, землетрясение, потрясение. Греховность природы. Цунами и так далее. То есть, вот мир, который под грехом лежит. Конечно, может быть греховность других людей источником твоих проблем. Ну, я не знаю, бытовой пример. Корабль плывет по Финскому заливу, в нем группа студентов-христиан с миссионерского поля Волжья, Эстония, по-моему. Какой-то механик не закрутил замки нормально. Открывается вот так вот нос корабля, и он уходит под воду в ледяное море. Погибает куча христиан, молодых ребят, студентов библейской школы, возвращающихся с миссии. Это им за их грехи? Нет, это греховность мира. Это греховность других людей. Сегодня источник моих проблем – это греховность, амбиции, империалистические амбиции Путина и идеологов русской весны, которая для меня советская осень, на самом деле. Вообще, это просто мрак какой-то. Это их греховность, это их алчность, это их амбиции, это их борьба за рейтинг, это их попытка удержаться у власти. То есть, ты считаешь, Украина вообще здесь не происходит? Но спокойно. Я имею другое мнение. Личные грехи людей всегда. Христианин должен анализировать с личных грехов. За что мне это? За что? Вот я сейчас убегаю из своего дома. Кстати, обидно. Я 22 года не мог построить дом, чтобы жить нормально. И вот, прикинь, уже и домик есть. И у нас комнатка. Нет, подожди, это интересно. Такисус женщин говорит, что построил мне дом. И вот у меня уже комнатка, пусть проходная, но есть двери. Я могу закрыть дверь туда и туда, и мы можем с возлюбленной просто полежать. И вот смотри. Проходная спальня. 22 года я ждал этого момента. И вот он сделан, но не застеклены двери. И вот, внимание, и вот мне утром вставляют стекла. Я думаю, ну, наконец-то. И вечером ты уезжаешь. И ночью я поднимаю по тревоге семью и эвакуирую в очередной раз. Понимаешь? Смотри. Греховность моя личная, конечно. Я считаю, Геннадий, я считаю, что есть определенные... Смотри, не то чтобы просто наказание, но Бог любит Украину. Украина молится. Вот я написал пост, что я считаю, что Украина имеет особое призвание. Все, кто там возмущается, я вам хочу сказать, нравится вам это, не нравится. В определенном смысле в русскоязычном мире Украина – Иосиф. Она особенная страна. Вот страны вот с таким уровнем христианизации русскоязычной ее нет. Там на Западной Украине это целые города и села там. Ну, реально, скажем. Второй момент. Украина очень много послала евангелистов, миссионеров. Та же Россия, там 60% пасторов, которые выехали с Украины когда-то. Да, они там уже закрепились, обрусели, но они пришли как миссионеры. Бог говорил об Украине, я свидетель, Бог не раз говорил, что это будет мировая жительница. То есть, на самом деле, у Украины есть избрание. Я счастлив от этого, благодарю Господа. Это не от человека, это от него произошло. Но к избранию нужно прийти. Что было в Украине? Я считаю, в Украине есть также определенные перекосы, которые Бог хотел исправить. Церковь свою очистить. Вражда была особенная, там коррупция такая христианская, корыстолюбие, там кинс капитал один чего стоит. Злоупотребление духовными там законами, не буду имена назвать, мы об этом делали программы. Донецкие конфликты, я считаю, проблема, покаяться надо. Безусловно, Бог стряхивает церковь. Писали, властям писали, закрывали въезд по старам. Это полезно, полезно церковь. Это все грехи. Но, смотри, каждый должен искать свои грехи. Я знаю, за какие мои грехи я страдаю. Нет, я еще до своих не дошел. Но не нашими грехами только, понимаешь, нельзя. Вот эти друзья Иова, которые в скорбях сейчас Украины пишут, это вам за ваши грехи. Я хочу им сказать, это за грехи ваши. Моя страна страдает за ваши грехи в том числе. За мои тоже. У меня хватает грехов, и проблемы сейчас случившиеся мне тоже полезны. Это полезно моей церкви. Чуть-чуть, как бы, знаете, так, подрасслабившейся. Как сейчас молится церковь? Как служит церковь сейчас? Выворачивается наизнанку, служит. Это здорово. Это за наши грехи. Но я могу говорить, что это за мои грехи. Но когда вы приходите из России и пишите, что это за мои грехи, я хочу вам сказать, это за ваши грехи, за ваше молчание, за то, что ФСБшная клика правит вашей страной и убивает сегодня моих граждан, моих друзей. Это за ваши грехи. Вы ищите свои грехи. Ваша вина в этом есть. Моя вина в этом есть. Есть вина мира. Есть вина греховность мира. Согласен. Я думаю, что эти обстоятельства, вот еще как бы дальше я продолжу. Я верю, что эти обстоятельства, они должны изменить нас. Нам сейчас нужно думать в первую очередь не о том, чтобы там изменились другие, там в чем-то россияне поменялись, в чем-то там власти виноваты. Сегодня нужно думать, я верю, что этот конфликт еще, он служит, он ради церкви, понимаешь? То есть церковь должна здесь тоже очиститься, поменяться. Мы должны думать, что нам сделать. То есть сидим с этим, как Иев, с черепком с этим, с гребем своей раны и должны прийти в какое-то состояние, чтобы сказать, вот я думал, что знаю, полагаю, как Иев, понимаешь? То есть есть определенный уровень, к которому мы должны прийти. Но снова-таки повторяю, это не повод, чтобы, допустим, то есть я абсолютно, я отвергаю вот этот принцип, что вы открыли ящик Пандоры тем, что, ну, поддержали Майдан. Да мы то, к сожалению, своему, я не поддерживал его, к сожалению. Подожди, про ящик Пандоры из уст россиян, которые здесь пришли реализовывать красный православный проект, это слова Гиркина, это слова все эти российские идеологи, да, они пришли сюда реализовывать красный православный проект. Сегодня Украина, она будет выздоравливать. К сожалению, если политикам удастся оторвать кусок, похоже на то сегодня, что удастся оторвать кусок, сделать из части Украины опять какую-то непризнанную криминальную часть, ну что ж, сможем, а, кстати, нам задают вопросы, вот что вы будете делать, если Луганскую часть и Луганскую и Донецкую оторвут, вот у меня есть, что будете делать, если Порошенко сдаст Мариуполь, Славянск, эти города окажутся в составе республики Новороссий, не в составе Украины. Ну, я первое. Если это произойдет, я не смогу, я не размножаюсь в неволе, я не смогу спокойствовать, я свободный человек. Я буду в подпольном режиме, церковь будет служить Господу при любых властях. Пережили Нерона с Каллигулой, пережили императоров римских, Гитлеров, Сталиных, переживем и Путина, переживем и Пушилина, и Гиркина, и кого бы там ни было, любого негодяя. Церковь все равно будет расти, распространяться, выполнять свою миссию. Подпольно будем служить, я лично собираюсь подпольно служить Господу. Твой прогноз, что будет дальше? Дальше будет хуже. Это не мой, это библейский прогноз. То есть, это все еще не конец. Это написано, когда увидите вообще вот этот стих «И восстанет брат на брата» в контексте русского и украинца, это что-то невообразимое, что угодно. Я сюда мог вставлять, но в общечеловеческом, в общегуманитарном таком смысле, но что русские на украинцев последние дни. Дальше будет хуже. Скотство будет увеличиваться, люди будут оскотиниваться, горлумизироваться. Будет все больше зла, пропагандисты-визгуны будут все больше подвизгивать. Очень хочется надеяться, что мы не входим в последнюю петлю зла. Потому что мир, он же по синусоиде развивается. История идет по синусоиде. Есть хорошее время, есть провалы в истории. Есть хорошее время, есть провалы. Сейчас провал. Надеюсь, что это еще не последний провал. Надеюсь, что мы увидим еще свет. Кстати, у меня был сон, хороший сон. В ночь, когда на Майдане расстреливали людей, вот в ту ночь, когда начали просто расстреливать, думали, что люди разбегутся. И я думал. Ну как против снайперов? А народ не разбежался. А народ пошел и сверх тирана. В ту ночь мне приснился сон. Потрясающий сон. Почти все уже исполнилось. Там было о том, что стреляют в моем городе. Увы, мы видели уже кучу сражений на улицах моего города. И танки стреляли. Мои пацаны бегали между танками. Собирали горячие гильзы на сувениры. Прямо во время боя. И самолеты, и воинские части захватывали. Горы с полком спалены. И сейчас окопы. Мы видели. В этом сне было, что стреляют в моем городе. Это исполнилось. В этом сне я видел разбитый автобус. Разбитые окна машины. Напомню, что в моем городе первое ЧП это было, когда на митинге вот этих ДНРовцев раздолбали в дребезги автобус нашего детского дома с криками «Бей бандеровца в автобус детского дома!» С пистолета стреляли. Угрозы. Чуть не поубивали людей, которые там были. Это тоже было в том сне. В том сне было, что я прячу жену. Я уже прячу ее третий раз за это время. Сейчас опять вместе с пилигримами я вывез супругу и детей от войны в сторону. И это было в этом сне. Но там еще кое-что было. И я с нетерпением жду последней части этого сна. Я не могу это передать. Сон такая штука тонкая. Но вот что там было. Поднялся народ. Поднялся народ. И пришел свет. И пришел мир. Долго не решался рассказать свое откровение. Но сегодня я это сделаю. Я знаю, что меня могут обвинить, потому что меня и так там обвиняют, что я там на Америку работаю, на ГАЗД. Я официально заявляю, что ни на кого не работаю. Никто никого не спонсирует. Есть просто друзья, которые христиане поддерживают какую-то работу. И все. Но тем не менее, я хочу рассказать сон. Он был три года назад. Господь говорит мне через сны. Такое уже не раз было. Я видел какого-то диктатора. Ну, скажу честно, он был похож на Лукашенко. Я тогда подумал, ну, просто мне за Лукашенко сон приснил. Он вот такой же высокий, с усами. Все на батюшку похож. И вот я был в страхе. Были еще со мной мои друзья. И вот этот диктатор склонился над столом. Карты. И я понимаю, вот планы, наступление, все. И я в страхе. И как будто бы я отчасти к этому причастен. Ну, как будто он заставляет меня участвовать в этом. Вот такой какой-то страх был. Вот, ну, было такое, да. И я понимаю, что это какая-то агрессия. Какое-то давление сильно на людей. Захват какой-то. И вдруг лицо его сменилось. Я увидел такая тень страха. Он забеспокоился. И быстро вышел. Мы вышли следом за ним. Я понимал, что он получил какое-то известие, которое его испугало. И мы еще этого не знаем. Я вышел. Весь горизонт тяжелейшие идут самолеты военные. Вертолеты. Я таких и не видел. Я даже потом искал. Вот в интернете недавно вспомнил. Я месяц назад вспомнил за этот сон. Искал, думаю, на что это похоже? Это какая-то огромная военная техника. И мне было слово, которое я не могу вам сказать. Я не хочу просто быть неправильно истолкованным. Я не могу это сказать. Но шли эти самолеты, и они просто не вредили населению, а поражали только вот этого диктатора и его этих. И была величайшая радость избавления. Величайшая. Я вот, я не знаю, что... Записывай. Записывай. Путинский режим падет. Будет покрыт позором. Будет проклят Россия. Я люблю Россию. Я ненавижу ФСБшный путинский режим. Эти лжецы, эти бандиты, коррупционеры. Когда мне кто-то пишет, у нас такой Путин хороший. Он против геев. Ну, против геев, которые в Европе. Своим-то российским. Он ручки пожимает. У них там в Госдуме хватает этих ореликов. Он говорит... Послушай, это не единственный плюс. Нашли плюс. Он против геев. Послушайте. А коррупция? Ограбил страну. Положил в карман своих дружков всю Россию. Нищая страна. Разваливающаяся к городам. Ты можешь поверить мне? К городам нет асфальтированной дороги. К десяткам городов. Нет асфальта. Понимаешь? Ну, Россия просто огромная. Ну, конечно, да. Так они пришли спасать Донецк. Они пришли спасать Мариуполь, Славянск. Понимаешь? Послушай. Коррупция. Ложь. Прелюбодеяние. Воровство. Ненависть. Убийство. Все это на его совесть. Понимаешь? Зато Гитлер тоже кошечек любил. Гитлер любил кошечек. Нашли плюс у своего президента и носятся с ним. В этом смысле я на самом деле... Мне вообще все равно, какой будет в России режим. Кто будет править? Пусть Путин до конца жизни правит. Мне хочется увидеть Россию свободной страны. Смотри, это их страна. Пусть они сами... Понимаешь? Вот я как раз не хочу заниматься именно такой... Вот это для меня заниматься политикой. Пусть в своей стране сами что хотят. Хоть по жизни наставят, хоть снимают. Это их дело. Я просто верю, что в Украину придет освобождение. Украина будет процветать. Украина поднимется. Вот эти скорби очистят нас. И мы перестроимся с старых технологий. Я верю, что это будет еще время, когда Украина будет процветать. Я верю, что мы как церковь, евангельская церковь, мы укрепимся здесь. И мы перестроим свою страну. Она будет благословенной, Украина. Не зная вот... Тогда и Бог. Да, я в это верю. И даже если это, ну, не совсем вот так вот близко это лежит, я верю, что правда все равно победит. И знаешь, Ген, то, что мне нравится, сейчас очень многие церкви, знаешь, не просто вот молятся там, так, ну, помолились, как, знаешь, по обычаю. Есть церкви, которые мне рассказывали, перестали делать регулярное служение. Ты представляешь? Просто они не делают там просто проповедь, все. Они приходят, три часа молятся утром, три часа вечером молятся. Я верю, что это стратегически очень важно. Потому что по уму, ну, или как вот, по чисто физическим данным, да, мы не можем противостать России сегодня еще, да, мы не можем технически, да. Но я верю, то, что у нас есть, и то, что тебе, может быть, как раз за это и было, как бы показано, что у народа есть вера. Есть вера. И это самое главное, что это есть. Наше дело правое. Мы не идеологи. И победит правое. Мы несем на чужую землю свои идеологические эксперименты. Я не знаю до конца, хотел тебя спросить. Скажи, а контузия это проходит? Или надолго это? По-разному. Что-то мне подсказывает, что у меня вряд ли пройдет. Друзья мои, контузия это по-разному. Даст Бог, это пройдет и с нами. Всем неконтуженным благословений, а всем, кто контужен, исцелений. Храни вас Господь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова